Когда я пришла в строительство, то есть маленькую худенькую девочку никто не воспринимал, это провал, затык, я не знаю как дальше. В России я уверена, что сейчас точно начнут строиться производства, люди уже приходят с проектами. Какие инструменты везения бизнеса сейчас выходят на первую такую плоскость, какие сейчас самые актуальные? Лояльность клиенту сейчас самая важная. Реально, кто сейчас займет нишу, кто выплывет на этой волне, тот и будет, мне кажется, выигрышем. Здравствуйте. Мы продолжаем серию интервью со спикерами и участниками регионального бизнес-форума «Достояние губерний», которое проходило в Самаре. Он проводился с Самарским областным вещательным агентством при поддержке правительства региона и был посвящен такой непростой теме – особенности ведения бизнеса в новых условиях. Тренды, стратегии, инструменты. И сегодня моя собеседница – исполнительный директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер Волга», заместитель председателя Самарского регионального отделения «Деловой России» Наталья Медведева. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот бизнес, малый, средний, наверное, в особенности, как всегда нуждается в поддержке, тем более в каких-то непростых экономических, внешнеполитических условиях. И многие предприниматели находят решение в том, что они объединяются в сообщество. Как вы считаете, и как вообще оно на самом деле, помогают ли такие сообщества? Если да, каким образом? И вот чем занимается конкретно ваше сообщество? Ну, я нахожусь в двух сообществах, да, то есть «Деловая Россия» и «Топ-менеджер», то есть и на самом деле каждое сообщество дает свои ценности. В целом, я считаю, что сейчас то время, когда нужно объединяться, искать общие коллаборации, искать выходы на новые рынки, на новые этапы развития. Мы обмениваемся, что интересного у кого есть, объединяемся, и исходя из этого, рождаются новые проекты. То есть если говорить о сообществе «Топ-менеджер», то в первую очередь это собственники бизнеса и топ-менеджера, которые общаются. У нас очень большое место занимает нетворкинг, где мы обмениваемся собственным опытом, кейсами, также и факапами, да, то есть не только успешный опыт бывает у предпринимателей. И мы часто этим делимся и считаю, что очень сильно друг друга обогащаем. То есть «Деловая Россия» — это сообщество, которое позволяет выстроить взаимоотношения бизнеса и власти, да, то есть, соответственно, меры господдержки. То есть мы держим руку на пульсе и объединяем бизнес, и правительство подаем инициативы, какие есть новые инициативы, проекты. То есть, на самом деле, мы собираем со всех бизнес-сообществ, стараемся собрать инициативы для того, чтобы находить решения для сложных проблем, да, и встречи с министром действительно рождают такие очень хорошие инициативы. Мы по итогам форума непосредственно собрали список вопросов с предпринимателей и направим все в Министерство экономического развития. Дмитрий Юрьевич всегда отрабатывает эти вопросы, и на многие наши инициативы говорят, да, и это очень здорово. И сегодня кейсы, которые выступали, пять кейсов успешных, да, они как раз говорили о том, что у каждого из проектов была своя поддержка. У кого-то это сообщество, у кого-то это правительство. И как раз вот в поддержке взаимодействия между собой рождаются новые интересные проекты. Чем, на ваш взгляд, особенно важны и полезны для предпринимателей такие бизнес-форумы, бизнес-встречи, площадки? Ну, я считаю, что сегодня уже в перерыве я получила очень много отзывов, что люди говорят, и мы хотим тоже про себя рассказать. Это очень здорово. А также спикеры, кто выступал, они решили, что их команды поддержат команды друг друга. В таких вот взаимодействиях, на самом деле, то, что они друг друга вдохновили, то есть каждый спикер сказал, что меня так вдохновил вот этот спикер. И мне кажется, вот в этом и рождается взаимодействие. И люди, причем многие люди находятся в нашем бизнес-сообществе, да, но они не знали тонкости создания вот этой идеи. И когда ты доносишь свою миссию, да, что тебя вдохновляет, и на сцене люди сказали о том, что я понял, почему я сижу среди этих людей, да, потому что их объединяет общие цели. И взаимодействие это дает, мне кажется, очень большой рост. Наталья Владимировна, вы владельца успешного бизнеса. Расскажите, в чем успех предпринимательской деятельности. Может быть, какие-то на личных примерах что-то расскажете? Ну, на самом деле, я всегда занималась строительством, вот, и... Не совсем женская сфера. Да, и центр красоты и стройности родился в поисках похудения для себя. То есть когда я пришла в строительство, то есть маленькую худенькую девочку никто не воспринимал, я так достаточно быстренько выросла для того, чтобы соответствовать статусу, да, и когда поняла, что со своей проблемой я справиться сама не могу, я начала изучать, а что есть на рынке, и так родился мой центр красоты и стройности. Я сама похудела на 35 килограмм, да, и я считаю, что успех именно предприятия зависит от того, насколько команда и собственник вовлечены в результаты клиента. Я всем сотрудникам говорю о том, что мы делаем только то, что принесет клиенту результат и то, что даст ему пользу. И мы изначально построили свое дело так, что мы клиенту говорим, что он изначально уже прекрасен, да, и мы можем его только обрамлять и огранять. Очень многие люди сейчас, ну, под влиянием там информационных всяких источников, да, становятся закомплексованными и комплексуют даже прийти на процедуры и стесняются раздеться. Это тоже важный аспект. То есть мы к каждому человеку относимся, что он изначально прекрасен. И вот исходя из этого, из лояльности клиенту, из того, что ты хочешь дать ему действительно результат, мне кажется, и строится классное взаимодействие. То есть у нас практически нет рекламы уже достаточно много лет, у нас все приходят по сарафанному радио, и это очень классно вдохновляет. Причем у нас порядка 30% клиентов мужчины. Вот, и... Ну, такой один из инструментов, да, бизнеса получается. То есть вы к клиенту относитесь как... С тобой уже все хорошо, но вот мы готовы помочь. Чтобы тебе еще пользу какую-то принести. Ну, да. Были какие-то моменты вот именно в ведении бизнеса вот на вашей дорожке, как предпринимательница успешной, когда вы, ну, все, провал, затык, я не знаю, как дальше. Ну, то есть вот когда вот приходилось заново себя как за косичку из болота, может быть, тащить, либо заново полностью все что-то менять, чтобы идти дальше. У меня был такой момент, когда я сама достигла того результата, который я хочу похудеть, у меня пропал интерес к центру. Вот, действительно, то есть меня начала драйвить стройка, я строила жилой комплекс на тот момент, и я, действительно, даже выставила его на продажу. И когда нашелся покупатель, я такая, так, а куда же я буду ходить на процедуры, а как же так? И тогда я осознала, что это мое ремесло, и какую ценность я даю клиенту, и клиент, я с очень многими клиентами общаюсь, то есть мы, действительно, собираемся и клиентские дни делаем, общаемся, и врачей приглашаем, чтобы вот был диалог, когда люди могут поделиться, да, и какие-то темы обсудить. И когда я поняла, что это мое ремесло, которое дает классные результаты, и которое дает непосредственно людям вот это вдохновение, и позволяет расцветать, я поняла, что нет, такая корова нужна самому, и я отказалась от продажи, и начала, наоборот, вдохнула новые веяния, то есть закупила новое оборудование. Мне кажется, что просто бывает, когда у тебя происходит затишье, да, такое, как бы, ситуация нестабильности, кстати, они, ну, в нашем деле, по крайней мере, повлияли только положительно, то есть когда начался ковид, да, ну, первые, там, две недели нас закрыли, конечно, да, было сложно, но потом, когда медицинские учреждения открыли, у нас был огромный поток клиентов, потому что люди не могли никуда уехать отдыхать. На самом деле мы, наоборот, выросли в ковид, и я считаю, что один из факторов того, почему мы выросли, потому что мы людям давали вот это вот ощущение спокойствия, комфорта, да, они говорили там, вот... Состояние, когда все неспокойно, да? Да, и мне кажется, что, ну, и сообщество, конечно, очень круто поддерживает, то есть у меня был момент, когда было действительно сложно, вот, и сообщество также нас очень здорово поддерживает. Спасибо большое за личную такую историю. Вот еще хотела спросить, вот на ваш взгляд, какие инструменты введения бизнеса сейчас выходят на первую такую плоскость, какие сейчас самые актуальные? Про условия мы услышали, условия нестабильности, надо приглядеться к ним получше. Вот инструменты бизнеса. Ну, инструментами, я считаю, сейчас нужно внедрять новинки и внедрять лояльность. Лояльность клиенту сейчас самая важная. Люди уже не смотрят столько на сцены, сколько смотрят на то, какой ты сервис даешь, как ты к нему относишься, то есть когда, ну вот, не знаю, я, по крайней мере, очень четко ощущаю, когда я прихожу в какой-то магазин, например, и когда ко мне относятся так, как вот по-человечески, да, хотят помочь, да, там, подсказать что-то, это одно. А когда тебе просто хотят продать, неважно что, да, то есть это абсолютно другое. Мне кажется, вот сервис и лояльность клиенту сейчас выходит просто на высокий уровень, и на это стоит сделать акцент. А также надо узнать новинки. То есть реально, когда сейчас ушли иностранные компании с рынка, нужно узнавать, в чем есть потребность, и как раз сообщество здесь помогает, да, потому что мы все собираемся и между собой общаемся, а что непосредственно, потому что каждый может рассказать, что ему непосредственно нужно. У нас уже появились компании, которые с Китаем делают прямые поставки, то есть они тебе готовы любого производителя сделать аналог, да, и, соответственно, в России я уверена, что сейчас тоже начнут строиться производства, люди уже приходят с проектами, то есть вот ко мне, как к Деловой России, непосредственно люди обращаются, говорят, там, я хочу открыть швейное производство, у меня там такие, то есть реально рождаются идеи из того, что в чем возникает потребность, то сейчас нужно, ну, то есть реально, кто сейчас займет нишу, кто вот выплывет на этой волне, да, и тот и будет, мне кажется, выигрыша, поэтому тут очень важно сейчас следить за тенденциями, общаться, то есть в первую очередь нужно общаться и узнавать, а в чем есть потребность, и как раз вот такие форумы, мне кажется, самые актуальные, можно как раз понять. Спасибо большое, Наталья Владимировна.